Кто-нибудь знаете о своей жизни? Для чего живёте? Ну, для того, чтобы прожить жизнь. Ну, прожить жизнь. Живу, говорит, для того, чтобы жить. Ответ Пушкина. У человека должна быть другая цель. Не только до могилы дожить, а что-то из-за этим ещё есть. А сколько вам есть? Человек – вечное создание. Это Бог сотворил его. И поэтому Бог назначил ему цель жизни. Познать Бога, жить для Бога и в вечности, после смерти быть с Богом в раю. В раю вечности, что он существует. А что такое рай? Рай – это царство Божие. Вы когда-нибудь Библию считали? Нет? Ну, нет, нет. Так вы не знаете ничего. Поэтому вся ваша учёба, грамота только для этой жизни где-то годится. А для будущего-то она не нужна. Я, допустим, в раю знаю, что там бессмертие. Там человек может сколько угодно жить. Да. Только вот я не знаю. Если я сотворил, допустим, плохие дела, я, возможно, не смогу поступать. Я же не знаю. А как вы можете узнать-то, если это духовная область? Как человеку поверить? Ну, как вот человек разговаривал один, говорит, воин Яценевский. Этот был хирург такой знаменитый. Он сейчас канонизирован. Лука звать. Вы хотите что-то послушать? Для чего человек живёт? Хотим. Надо, чтобы все согласились, внезапно не отключались. Внезапно не отключались. Вы Евангелие считали когда? Кого считали? Евангелие, Библия. Вот, смотрите, вот эта вот книга называется Библия. Сейчас тебе свою покажу. Ну-ка, покажите. Нет, не видно. Повыше поднимите. Повыше, повыше. Нет, не видно. Так, держите. А сейчас высоко сильно. Подождите, не дёргайте. Пониже. Священная. Так, пониже ещё, пониже. Вот так. А что это за издание такое? Кто издавал его? Там на первой титульном листе должно быть написано. Там написано, нет? Какой перевод? Кто делал? Кто делал? Батюшка, а чего вы не спите, в такое время? А какое время? У вас сколько времени сейчас? У нас начало шестого. У нас одиннадцать минут одиннадцатого часа утра. Уже одиннадцатый час идёт. Как это время? Мы давно на ногах встали. Вы хотите поговорить о вечности Как спасти душу свою Чтобы она вырвалась Из лап сатаны И жила для Бога Вот Вы хотите поговорить о спасении души Чтобы душа в ад не пошла после смерти Хочу, конечно Вот мы сегодня молимся здесь Вот зашли в это место, рулетка эта Это Содом и Гаморра Мужики голые валяются С женщинами совокупляются Половые органы трепет Ну это ужас какой-то Ну а зачем, говорит, вы здесь Чтобы людям рассказать о любви Божией И мы молимся, Господи, пошли добрых проповедников Миссионеров Христианам, язычникам, иудеям Мусульманам, буддистам И всем расскажи, Господи, о любви Твоей Что Сын Божий Сошел на земли и умер за наши грехи За наши И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную Без веры угодить Богу невозможно Человек, я сам по себе Ты не сам по себе Бог сотворил человека Дал землю, небо, солнце Все, все Но мы неблагодарны А вот неблагодарны А неблагодарны почему? Потому что свой эгоизм Все затемнил Вот у нас книга такая Вот видите, называется Библия Она рассказывает, как мир был сотворен Как люди Отступили от Бога И как через пять тысяч Пятьсот восемь лет Родился Сын Божий Девы Марии И как он жил Какой оставил пример Написанный в Евангелии В Евангелии Это Не одна из книг Но Ветхово и Нового Завета Она в Новом Завете Без Бога человек Слабое создание Увлекается сатаной На всякое злое дело А Господь его ощущает Умиротворяет Примиряет с Богом С людьми Почему так много разводов сегодня? Потому что люди в Бога не верят Вот когда Солженицыну присваивали Нобелевскую премию Он говорит Ну это столько бед Ну а почему, почему Везде там коррупция Там продажность Там Советский Союз Фашистский Все это Причина одна Говорит, я еще в детстве слышал Люди забыли Бога Отсюда все Вот все Тогда все позволено Наказания никакого нет Слава Истину Слава Христу Христос говорит Я есть путь истинной жизни Тут в этой рулетке Тут процентов 50 мужиков Голые, раздетые, брошенные Никому не нужные Забытые Почему? В таком возрасте уже и видно Что они 15 лет Кто их раздел-то? А что это такое? Все приготовились к блуду К прелюбодеянию Причина одна Это место разврата Содом и Гаморра Совокупляется мужик с мужиком Женщины Это мы только то, что увидели здесь И все время пьют и едят непрерывно Пьют и едят Нагазания Ну Можно во время Когда с кем-то разговаривать Чтобы не пить, не есть, не курить Просто они не могут Она совершенно потерянная Надо слушать, что Бог скажет О Боге Как Господь коснется Считать Евангелие Молиться И Бог отведет Откуда Что откуда? Где живем? Да Барнаула, Тайский край Далеко Далеко Мы строим православную деревню Где человек Поселяется Должен доказать Что он не лжет Не пьет Не курит Не матерится Не ворует Я не знаю Если просто кашлял Мне просто Зарубится Желаю Вот Если люди не верят в Бога Они творят Другие дела Темные Которые сатана Научает делать Это Прелюбодеяние Убийство Злоречие Подсиживание Друг друга Все грехи Человек собирает А с Богом Он имеет страх Божий Потому что за все Надо отвечать После смерти Страх Божий Это на первом месте Начало мудрости Страх Божий Притча Соломона Первая глава Седьмой стих Так написано Я вам говорю Не свои слова А слова Которые написаны Вот в этой книге Главная книга мира Говорит о жертве Христовой Как Христос умер за нас Воскрес И зовет к покаянию Покайтесь И веруйте в Евангелие Как рождается А для чего он рождается? Цель жизни своя У вас в доме В доме Ставят свою цель жизни Нет Это цель Вот смотрите У вас такая книга Есть дома? Ну да Классно Посмеяться можно Ну хорошо Хорошо смеется тот Кто? Посмеется последним Последним А Господь говорит Итак Посмеется над тобой Если ты не веришь в Бога Человек обязательно Придет К полному разочарованию Ну Библия Во многом Противоречит Сама себе Ну давайте Докажите Как она противоречит Ну Допустим Вот Есть что-то Про страшный суд Типа Как бы Где решается Куда ты попадешь Ну В рай Или в ад И типа Смысл этого суда Если человек Рождается грешником То есть Ты изначально Уже грешник То есть Ты и так Уже попадешь В ад Смысл этого суда Зачем Есть тебе Ноль шансов Ноль шансов Ну вот Вы ответ Хотите знать Да Вот слушайте Внимательно Слушайте внимательно Евангелие От Марка 16 глава Последние стихи Говорит Идите И пропадайте Евангелие Всей твари Это Матфея еще сказал Кто будет веровать И креститься Спасен будет Уже ваше Опровержение полное А кто не будет веровать Осужден будет То есть Сегодня мы решаем Участь Где мы будем Поэтому Церковь Крестит И детей Дети Ощущаются От первородного греха И от тот Который сделал А вот это Сатана уже Скрывает от вас Почему Потому что И он Приготовлен к вечной смерти Погибели То есть Он будет мучиться В аду И поэтому Людям он говорит Спасения нет Изначально мы Правильно сказали Но почему дальше Не говорите Сказавши А Нужно сказать и Б А об этом Закрещается в том Что Бог Пять Б Который от вас Скрыл Сатана Пять Это Бог Благодать Благовестие Библия Будущее Вот Без этих пяти Б Не спастись А сатана Все Будущего нет Умер Лопух на могиле Ну Да чего тогда и жить Тогда вообще У человека Никаких тормозов Нету Все позволено Умру Пищеварительный Процесс Закончился И все Плюнуло Ушел Нет Что человек Сеет То и пожнет А на земле Много несправедливости Говорит Иоанн Златоус Это величайший Проповедник А на земле Нет ее А Бог Справедливый Да как так Это говорит Говорит о том Что справедливость Восстановлена Будет в другом месте Где За гробом На страшном суде И там Бог Будет разделять Налево Направо Направо Называется овца Налево козлы Даже люди обращаются Козел А то оскорбительно Почему Я жаждал Вы не напоили меня Я алкал Хотел есть Не накормили Я лежал больной Не посетили И скажут Когда мы тебя не видели А одному из малых Всех верующих Меня вы не сделали Не сделали мне А вы посетили Навестили Накормили А так кто Давал милостыни Вот я С детства Верующий В такой Семья родился Но о Боге Ничего не знали Бог есть Вот нельзя делать То-то Сказали Материться нельзя Мне 80 лет Я еще ни разу Не сматерился А ведь На работе был Прорабом Среди заключенных В органах МВД А что вы так Испугались Испугались Грешниц И чего Испугались А вы Что в таком возрасте Сидите в интернете Вам Как это А затем Чтобы людям Сказать Что жить так нельзя Надо жить С Богом Со Христом В руках держать Жить для Бога Вот эта вот книга Видите Считайте Библия Ну кому Она открывает Смысл жизни Говорит нам О том Как пал Первый человек Адам И как Христос Пришел на землю Умер за грехи людей Чтобы люди Жили для Бога Дедуль Ну чего Кто по воде Так ходит Ну Вот сейчас Только перед вами Нормальное Так Женское лицо Я стал говорить О Боге А я не вижу Кто рядом И вдруг рядом Видно Она оказывается Лежит Рядом парень Он вот так вот Раз грудь раскрыл Грудь я взял И соски ее трепет Это вообще За 1300 лет Ни с одной мусульманкой Так не поступали Кто бы сделал так Его бы зарезали сразу А у нас нужды нету Копейка не стоит Я говорю тебе Тебе ни один мужчина Этот который с тобой лежит Кобель без хвост Он тебя не ценит Ты даром ему не нужна За хорошую невесту Колым платят Табун лошадей А он с тобой Грудь полностью Освободил ей И давай сосок ее выжимать Там ничего нет Пустота Сосок Я думаю тебе Короче надо В психиатрическую больницу Да нет Мне не надо В психиатрическую Я проверенный У меня все нормально Вы грудь закройте Берегите сами себя Закрыто Закрыто Временами открывается Повторяю что Самое ценное У женщины И он На обозрение Всем поставляет Да куда это годится Он ее копейку Не ценит Это место Где вы находитесь Рулетка Это Содом и Гаморра Это огнем Будет сожжена Бога А ты что здесь делаешь Скажи мне пожалуйста Людям рассказать о Боге Я вам показал Библию Я проповедник И меня А как вы докажете Что Бог есть У проповедника Докажите Где он есть Где он в этой жизни Когда у людей война Когда у людей болезни Когда у них дети Неизлечимыми болезнями болеют Где этот Бог Вам ответ надо Я бы ходил по воде А потом он где это Скажите мне Бога потому что Дорогой Если бы верили в Бога Они боялись бы Суда Божия А на суде Божьем По другому все будет Сидят вот здесь И дети И старые люди Они что попало Творят Вот так вот Половина Половина примерно Раздетые Процентов 80 Мусульмане Процентов 80 Да Не имею значения Дедушка Мусульман или не мусульман Факт то что Мусульманы Большинство нормально Себя ведут А вот русские Вообще плохо Ведут себя Вот сейчас один Зашел Девушка сидит Я думал девица какая-то А это на букву Вторую алфави Это на Б Она лежит И рядом парень Вот так грудь распахнул Вся грудь на виду Взял сосок у нее И давай крутить Я говорю За 1300 лет Ни одна мусульманка Не позволит Этого делать Мусульмане А она мусульманка Что ли была Да нет конечно Мусульманка Ни одна не позволит Это делать Потому что Мусульмане Берегут своих женщин Они на чужих Скачут Как жеребцы А своих не трогают Вот я говорю Мусульманам У тебя дома Четыре жены Разрешается На всех Колым платить А тут 44 Голые даром Вы пришли Я говорю сюда Да Деда Храм Сравнить Сравнить Ещем Мы беседуем С ними Прямо Они Свою священную Книгу Берут А мы Показываем Нашу Правильно Правильно Так и должно Быть Да Говорится Мир не без Плохих людей Есть и хорошие На этом Белом свете Люди В рулетке Трудно найти Или сумасшедшие Бесноватые Мужик один Говорит Я Там это Гей Не гей А садамит Садамит И начальник Наш брат Говорит Его начало Раздирать Он Не могу Не могу Там бес Наш брат Говорит Выйди бес Из него А он Вот так Как начал Материться Там Он Бесноватый Ну Куда Годно Мужик На мужика Женится Мужики Сейчас бабами Становятся Партические Операции Себе делают Меня Спрашивают А как Вылечить От этого Я говорю Поезжай В Тунис В Тунис Или в Саудовскую Аравию Тебя с 20 этажа В низголовье Спустят Сразу У мусульман Нет гей-парадов Нету Они их сразу Как Гитлер Под нож Их и Сталин Уничтожал А сейчас Правильно Делал Под Сталин Куда их Таких Это ужасно Они Мир поганят И Ну как бы Некоторые же люди Не знают Общаются С ними Бывают Где-то раз С кем-то Они выпили А ты потом Через третьего Человека Тоже Как бы В морозилках Держали Что со мной Не делали Руки Выкручивали А я живой Еще ни одной Таблетки Не съел Дай Бог Дай Бог Здорово У меня голубяти Мы не блестный человек Хороший Добрый человек Я сидел В городе Жанатас Жамбульской области Среди мусульман И вот мы Когда дорогой ездили Я книги 38 книг У меня вышли Из печати Я их дарил От Владивостока До Лиссабона Если мы дорогой А мы всегда Останавливались И молились Палатка такая Если рядом Работают мусульмане На дороге Мы на 100% Уверены А они нас В обиду не дадут Мусульмане Любят Когда люди молятся Хороший народ Ну конечно Есть тоже плохие В любой нации Где-то есть Плохие Большинство Ненормальные Мы Свидетельствами О Христе О спасении Что Господь Умер за наши грехи Зовет к покаянию Всех людей Верующие в Сына Божия Имеют жизнь вечно Они верующие Не увидят жизни Но гнев Божий Пребывает на нем Вот как Ладно что дедушка Здоровья вам Счастья Всего хорошего С жизни вам Давайте удачи С Богом